Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Эрик Берн «Люди, которые играют в игры» Перевод Леонида Ионина Часть первая. Общие соображения Что мы говорим после того, как сказали «Здравствуйте»? Этот вопрос, на первый взгляд, столь бесхитростный, как будто бы лишенный глубины и не подлежащий научному исследованию, на самом деле содержит в себе важнейшие проблемы человеческой жизни и социальных наук. Этот вопрос еще неосмысленно задают себе дети. Его задают друг другу, своим родителям, учителям, подростке, юноше и девушке. Этого вопроса многие взрослые избегают, а мудрые философы посвящают ему книги, в которых так и не находят на него полного ответа. А ведь в ответе на этот вопрос, наверное, и заключается большинство изначальных проблем социальной психологии. Например, почему люди хотят быть любимыми? Неудивительно, что лишь немногие ищут ответа на них, ибо большинство людей в течение своей жизни даже не пытались выяснить вопрос, как люди произносят приветствие. Как вы говорите «здравствуйте»? В этом вопросе заключен секрет многих религий – христианства, иудаизма, буддизма и других. Но прежде всего в нем содержится один из принципов гуманизма. Правильно сказать «здравствуйте» – это значит увидеть другого человека, почувствовать его как явление, воспринять его и быть готовым к тому, что у него будет адекватная реакция. Обнаруживают эту способность в высшей степени те люди, которые, как нам кажется, обладают одной из величайших драгоценностей мира – настоящей естественной улыбкой. Она обычно возникает постепенно, освещая все лицо, и длится недолго, но вполне достаточно для того, чтобы быть ясно увиденной. Исчезает она с таинственной медлительностью, как будто бы тает. Сравнить ее можно только с улыбкой любящей матери или радующихся друг другу детей. Такие улыбки чаще всего бывают у людей с открытым, добрым характером. В этой книге в основном обсуждаются четыре вопроса. «Как вы говорите «здравствуйте»? Как вы отвечаете на приветствие? Что вы говорите после того, как сказали «здравствуйте»?» И еще один печальный вопрос. «Что вы делаете? Как себя ведете, если не хотите приветствовать того или иного человека?» Вначале мы кратко ответим на эти вопросы. А объяснение ответов на них займет всю остальную часть настоящего издания, которое адресовано всем читателям, интересующимся проблемами человеческих взаимоотношений, психологии, человеческой судьбы. Первое. Для того, чтобы научиться говорить «здравствуйте», необходимо избавиться от мусора, скопившегося у вас в голове, с тех пор, как вы прибыли из родильного дома. Но чтобы этому научиться, могут потребоваться годы. Второе. Для того, чтобы ответить на приветствие, также необходимо избавиться от мусора в своей голове. Второе. Могут потребоваться годы, чтобы научиться приветствовать человека, который идет вам навстречу, и которому вы должны ответить на его приветствие. Третье. Сказав «здравствуйте», вы как бы избавляетесь от мусора, который мог появиться в вашей голове по отношению к встретившемуся человеку, то есть от всех ощущений, возможно, когда-то пережитых обид. Четвертое. Эта книга написана в надежде на то, что люди, обладающие умением и тактом, поймут смысл слова «мусор», ибо в этом состоит суть ответов на предыдущие три вопроса. Речь людей, научившихся осмысливать свои слова и действия после того, как они сказали «здравствуйте», мы назовем марсианской. Она отличается от повседневных земных разговоров и споров, которые, как свидетельствует история, вели люди с древнейших времен от Египта, Вавилона и поныне, приводя к войнам, голоду, мору, к различным несчастьям, порождая у тех, кто выживал, духовное смятение. Можно надеяться, что в конечном итоге правильно понятый и разумно используемый марсианский язык поможет людям избавиться от многих бед. Иллюстрации. Чтобы показать возможную ценность предлагаемого нами подхода, в качестве примера приведем один тяжелый случай. Пациент-морт был на пороге смерти. Он страдал неизлечимой болезнью. 33-летнему мужчине, заболевшему раком, предсказывали самые большие два года жизни. Он жаловался на нервные состояния, проявляющиеся в непроизвольных кивках головой и подергиваниях ног. В терапевтической группе скоро нашлось объяснение. Он загораживался от чувства страха смерти как бы стеной музыки, звучащей в его сознании. А его движения головой были способом существовать в такт этой музыке. Путем внимательного наблюдения было установлено, что соотношение именно таково. Человек жил в ритме своей внутренней музыки. Если ее выключить средствами психотерапии, то может прорваться огромный поток страха. Последствия этого непредсказуемы, если, конечно, чувство страха не удастся вытеснить более сильными эмоциями. Все члены группы, понимавшие марсианскую речь и обучавшие ей Морта, отлично сознавали, что они так же, как и Морт, не бессмертны, однако не знают, когда это случится. Поэтому они тоже испытывали подобные чувства, но разумным образом сдерживаемые. Так же, как и у Морта, время и усилия, затрачиваемые на сокрытие этих чувств, были теми факторами, которые мешали им свободно наслаждаться жизнью. Если подойти к вопросу с этой стороны, то можно предположить, что эти люди понимали разницу. Прожить большую жизнь до старости, еще очень многое познать и увидеть, или судьба Морта, которому отводилось всего лишь два года. И тогда становилось ясно, что важна не длительность жизни, а ее качество. Открытие — это не новое и неудивительное, но путь к нему в данном случае был более тяжким, чем обычно из-за присутствия постепенно умирающего человека. И это не могло не произвести на всех глубокого впечатления. Все члены группы согласились, что жить — это значит трудиться, любоваться природой, слышать пение птиц и говорить людям приятные приветствия. Причем все это делать надо сознательно или спонтанно, не драматизируя и не лицемеря, сдержанно и с достоинством. Они также решили, что все, включая и Морта, должны выбросить мусор из головы. Они поняли, что его ситуация в определенном смысле не более трагична, чем их собственная, поэтому робость и сдержанность, вызванные его присутствием, улетучились. Теперь им было весело друг с другом. Они могли говорить, как равные. В результате Морт отодвинул на второй план все больничные заботы и полностью возобновил свою принадлежность к человеческому роду. Безусловно, все окружающие, и он сам, осознавали, что его проблемы значительно острее, чем у людей, у которых впереди многие годы жизни. Рукопожатие Пациенты, посетившие психотерапевта впервые, чаще всего представляются и пожимают ему руку. Правда, некоторые психотерапевты предлагают руку первыми. У меня в отношении рукопожатия свое мнение. Если пациент сердечно протягивает руку, я пожимаю ее, чтобы не быть невежливым, но делаю это формально, несколько удивляясь, почему он столь сердечен. Если пациент своим действием просто демонстрирует хорошее воспитание, то я пожимаю ему руку так, что мы понимаем друг друга, приятный ритуал не мешает предстоящей работе. Если же в пожатии его руки чувствуется отчаяние, то я жму ему руку твердо, как бы давая понять, его беда мне понятна. Однако, когда я иду по коридору в приемную, все мое поведение, выражение лица, положение рук достаточно ясно показывают новым посетителям, ожидающим приема. Упомянутые любезности лучше избегать. Это нужно для того, чтобы показать, что перед нами цель более серьезная, чем желание удостовериться во взаимной вежливости. И это обычно удается. Я не признаю рукопожатие в основном потому, что в большинстве случаев не знаком с этими людьми. Кроме того, встречаются посетители, нежелающие, чтобы их кто-то касался. Завершение беседы в кабинете психотерапевта – это совсем другое дело. Теперь о пациенте, имеется в виду мужчина, многое мне известно. И он кое-что обо мне узнал, поэтому перед его уходом я специально останавливаюсь, чтобы пожать ему руку. Причем я уже знаю, как лучше это сделать. Рукопожатие после беседы для пациента очень важно. Оно означает, что я проникся к нему участием, несмотря на то, что он рассказал о себе весьма неблаговидные сюжеты. Если его нужно успокоить, рукопожатие будет успокаивающим. Если же ему необходимо подтверждение его мужественности, мое рукопожатие вызовет у него такое чувство. Не подумайте, что это только тонко продуманные лицемерия. Нет. Это спонтанное и открытое признание того, что я принимаю его таким, каким узнал после часового обсуждения с ним его самых интимных проблем. С другой стороны, если я понимаю, что он намеренно, а не из естественной стеснительности, обманывал меня или пытался злоупотребить моим доверием, то я вообще не подам ему на прощание руки. Если человек хочет видеть меня своим союзником, пытающимся ему помочь, то он должен вести себя достойно. В отношении женщин почти все обстоит иначе. Если женщине требуется ощутимый знак моего участия, я пожму ей руку так, чтобы она это поняла. Если мне стало известно, что она избегает контакта с мужчинами, я попрощаюсь с ней корректно, но без рукопожатия. Этот пример хорошо объясняет одну из причин, из-за которой не нужно рукопожатие в качестве приветствия. Если я пожму ей руку вначале, еще не зная, с кем имею дело, то могу оттолкнуть ее от себя. Я как бы унижу ее достоинства и, возможно, оскорблю еще до беседы тем, что, прикоснувшись к ней, принудил ее из-за приличия коснуться меня. В терапевтической группе я пользуюсь теми же методами. Я не произношу при встрече радостного приветствия участникам группы. Я не виделся с ними целую неделю, поэтому еще не могу выбрать стиль общения с каждым из них. Сердечное приветствие может оказаться совсем не к месту в свете того, что могло случиться в последнее время. Но я подчеркнуто внимательно прощаюсь с каждым из участников в конце встречи. Теперь я знаю, кому говорить «до свидания», знаю, как это сказать в каждом конкретном случае. «Предположим, у одной из женщин после нашей предыдущей встречи умерла мать. Веселое приветствие при встрече будет явно неуместно. Конечно, мое незнание этого факта извиняло бы мое поведение, но разве была необходимость создавать для женщины лишнее напряжение? А когда наша встреча подходит к концу, то я уже знаю, как проститься с ней, не усугубляя, а наоборот, облегчая горечь ее утраты. Теория Думаю, пока достаточно сказано относительно «здравствуйте» и «до свидания». Суть взаимосвязи между ними мы попытаемся объяснить с помощью транзакционного анализа. Для того, чтобы правильно понять последующий материал, надо опять вернуться к принципам этого подхода. Принципы транзакционного анализа Структурный анализ Мы уже говорили, что главной задачей транзакционного анализа является изучение состояния «я», «эго», представляющих собой целостные системы идей и чувств, проявляющихся в соответствующих моделях поведения. Напомним, В каждом человеке можно обнаружить три типа состояний «я». Первая группа ведет свое происхождение от родительских образцов поведения. В дальнейшем мы будем продолжать называть этот тип состояний «родитель». В этом состоянии человек чувствует, думает, действует, говорит и реагирует точно так же, как это делали его родители, когда он был ребенком. Это состояние «я» может активизироваться при воспитании собственных детей. Даже тогда, когда это состояние «я» не выглядит активным, оно чаще всего влияет на поведение человека в качестве родительского воздействия, выполняя функции совести. Вторая группа состояний «я» заключается в том, что человек сам оценивает все окружающее, объективно рассчитывая возможности и вероятности на основе прошлого опыта. Это состояние «я», как и раньше, назовем «взрослый». Его можно сравнить с функционированием компьютера. Каждый человек несет в себе черты маленького мальчика или маленькой девочки. Он порой чувствует, мыслит, действует, говорит и реагирует точно так же, как это делал в детстве. Это состояние «я» называется ребенок. Его нельзя считать ребяческим или незрелым. Это состояние только напоминает ребенка определенного возраста, в основном двух-пяти лет. Возраст в этом состоянии «я» является важным фактором. Надо, чтобы человек понимал себя в состоянии своего ребенка и не только потому, что он сопровождает его в течение жизни, но еще и потому, что это одна из самых значимых сторон его личности. Углубленный анализ не выявит новых состояний «я». Он даст лишь более детальные членения первичных состояний. Очевидно, внимательный поиск обнаружит в большинстве случаев два родительских компонента. Один – ведущий происхождение от отца, другой – от матери. Анализ также откроет внутри детского состояния «я» компоненты родителя, взрослого и ребенка, которые уже были налицо, когда фиксировался ребенок, чему можно найти подтверждение, наблюдая детей. Отделение одной модели чувствования и деятельности от другой при определении состояния «я» мы называем структурным анализом. Еще немного о транзакционном анализе. Когда встречаются два человека, во взаимодействии включаются шесть состояний их «я», по три в каждом из них. Поскольку состояния «я» также отличаются друг от друга, как и все люди, то важно понять, какое из состояний во время этой встречи активизировано в каждой из личностей и как эти состояния взаимодействуют. Перед нами простирается безграничный простор для выражения своих индивидуальностей. Следовательно, если бы все население Земли разбить на пары, и каждая пара осуществляла бы по три взаимодействия двести раз подряд, то они ни разу не повторили бы как свои прежние действия, так и действия любой другой пары. Поскольку большинство людей ежедневно участвует в тысячах и тысячах транзакций, то каждый человек имеет в своем распоряжении бесчисленное количество вариантов. Если же он испытывает отвращение к большинству из возможных типов транзакций и никогда в них не участвует, то все равно у него остается достаточно простора для маневра. При этом его поведение совсем не обязательно станет стереотипным, если, конечно, он сам не превратит его в таковое. Если же он все-таки это сделает, так поступает большинство людей, то виной тому не транзакционный анализ, а другие причины, которые мы попытаемся также проанализировать в настоящей книге. О системе в целом со всеми ее частными разделами мы говорим как о транзакционном анализе, поэтому описанный выше анализ простых типов общения можно назвать собственно-транзакционным анализом. Это следующий шаг после структурного анализа. Собственно-транзакционный анализ дает строгое определение системы как целого, что представляется принципиально важным для людей, специализирующихся в научной методологии. Транзакция, состоящая из единичного стимула и единичной реакции, вербальной или невербальной, является единицей социального действия. Мы называем его транзакцией, поскольку каждый из сторон что-то в нем обретает. Поэтому люди в них и участвуют. Все, что происходит между двумя или большим числом людей, может быть разложено на ряды единичных транзакций, что является большим преимуществом для науки, ибо она получает возможность работать с четко определенной системой единиц. Структурирование времени Длинные ряды транзакций, возникающие на протяжении всей жизни человека, можно так классифицировать, что в результате появляется возможность краткой и долгосрочного прогнозирования его социального поведения. Такие цепи транзакций существуют даже тогда, когда они, пусть и в малой степени, служат удовлетворению инстинктов, потому что для большинства людей бывают тягостные периоды, не структурированные по времени. Поэтому, например, вечеринка с коктейлями считается для многих людей времяпрепровождением менее скучным, чем пребывание наедине с собой. Необходимость структурирования времени мы объясняем тремя видами влечений или потребностей. Первый – это стимулирование или жажда ощущений. Многие люди утверждают, что они стремятся избегать возбуждающих ощущений, а на самом деле большинство из них, смеем утверждать, ищут их. Второй – это жажда признания, стремление к особого рода ощущениям, которые может дать другой человек. Вот поэтому грудным детям, точно так же, как младенцам обезьян, недостаточно только молока. Им необходимо тепло материнского прикосновения и звук и запах, исходящие от матери. В противном случае они страдают точно так же, как и взрослый человек, если нет никого, кто сказал бы ему «здравствуйте». Третий – это жажда структурированности. Люди, умеющие постоянно структурировать свое время, самые дефицитные и высокооплачиваемые специалисты в любом обществе. Существуют различные формы структурирования времени. В социальном поведении мы видим четыре формы плюс два пограничных случая. Когда двое или более людей находятся вместе в одном помещении, они выбирают тип поведения. На одном полюсе пограничный случай – замкнутость, когда явная коммуникация между людьми отсутствует. Это бывает в самых различных ситуациях, например, в купе железнодорожного поезда, в больничной палате и тому подобное. Далее, за формой замкнутости, когда каждый человек будто бы окутан собственными мыслями, следует наиболее безопасная форма социального действия – ритуал. Это крайне стилизованные формы взаимодействия, которые могут иметь неформальный характер, но могут быть и официальными. В последнем случае это в основном церемониальное поведение, транзакции которого полностью предсказуемы и почти не несут никакой информации. По своей природе ритуалы – это, скорее всего, знаки взаимного признания. Единицы ритуала называют жестами, по аналогии с жестами, свидетельствующими о признании и понимании людьми друг друга. Ритуалы программируются извне – традициями и обычаями. Следующая форма социального действия называется активностью. Ее мы обычно именуем работой. В этом случае транзакции диктуются материалом, с чем и над чем работают, будь то дерево, бетон или математическая проблема. Связанные с работой транзакции обычно направлены от взрослого к взрослому и соотнесены с внешней реальностью, то есть с предметом деятельности. Далее остановимся на времяпрепровождениях, которые не так стилизованы и не так предсказуемы, как ритуал. Но обладают некоторой повторяемостью. Это многовариантные взаимодействия, имеющие законченный характер, как фраза или предложение. Примером может служить вечеринка с угощением, где участники недостаточно хорошо знакомы друг с другом. Времяпрепровождения чаще всего социально запрограммировано, поскольку говорить в это время можно лишь в определенном стиле и только на допустимые темы. Когда при этом проскальзывают индивидуальные нотки, тогда времяпрепровождения переходит в другую форму социального действия, которая и называется игрой. Игра, как мы уже говорили, это комплекс скрытых транзакций, повторяющихся и характеризующихся четко определенным психологическим выражением. Во время скрытой транзакции участник чаще всего притворяется, так как создает видимость, что делает что-то одно, а в действительности делает совсем другое. Все игры предполагают приманку. Однако приманка срабатывает лишь тогда, когда есть слабость, на которую она рассчитана, или имеется какой-то рычаг, ухватившись за который можно вызвать отклик другого игрока. Это может быть зависть, жадность, сентиментальность, вспыльчивость и тому подобное. Как только приманка схвачена, игрок начинает тянуть за рычаг, чтобы получать свой выигрыш. Партнер смущен или недоумевает, пытаясь осознать, что же такое с ним произошло. Когда игра заканчивается, каждый получает свой выигрыш или вознаграждение, которое обычно бывает взаимным и заключается в чувствах, переживаниях, не всегда одинаковых, но возбуждаемых игрой как в активном игроке, так и в его партнере. Если набор транзакций не характеризуется этими чертами, то речь идет не об игре, так как при игре скрытые транзакции должны содержать приманку, рычаг, недоумение и выигрыш. За игрой следует второй пограничный случай, замыкающий ряд форм межчеловеческих взаимодействий – близость. Двустороннюю близость можно определить как искреннее неигровое отношение между людьми со свободным взаимным обменом между ними, исключающим извлечение выгоды. Близость может быть односторонней, когда один человек дарит другому свое искреннее и свободное отношение, а другой расчетливо ищет при этом своей выгоды. Сценарии Различные формы социального действия, как уже отмечалось в первой книге, способствуют структурированию времени, помогают избежать скуки, а также дают возможность извлечь максимально возможное удовлетворение от каждой ситуации. Большинство людей, кроме того, подсознательно имеют свой жизненный план или сценарий, согласно которому они структурируют более длительные периоды времени – месяцы, годы или даже всю свою жизнь, заполняя время ритуальной деятельностью, времяпрепровождениями, развлечениями, играми. Реализуя сценарии, игры дают в то же время немедленное удовлетворение и прерываются периодами замыкания в себе или эпизодами близости. Сценарии обычно основываются на детских иллюзиях, которые могут не исчезнуть в течение всей жизни. Однако у более чувствительных, восприимчивых, интеллигентных людей эти иллюзии одна за другой разрушаются, что нередко ведет к жизненному кризису. Подобный кризис может возникнуть в связи с переоценкой родителями своего ребенка в его юношеском возрасте или из-за чувства протеста, часто приобретающего причудливые формы в подростковом возрасте. Чрезмерно усердные попытки сохранить иллюзии в более поздние периоды жизни порождают иногда депрессии и мистицизм, а разрушение иллюзий может вызвать даже отчаяние. Временное структурирование – это обозначение экзистенциальных проблем, заключающихся в вопросе «Что делать после того, как сказано «Здравствуйте»?». Мы попытаемся ответить на этот вопрос на основании наблюдений за действиями людей после высказанного ими приветствия. В настоящей книге также сделаны предположения о возможных действиях людей, то есть, что мог бы сделать человек, как повести себя в какой-то конкретной ситуации. В этом нам помогли исследования природы жизненных сценариев и ход их реализации. Часть 2. Родительское программирование Судьба человека Жизненный план Судьба каждого человека определяется в первую очередь им самим, его умением мыслить и разумно относиться ко всему происходящему в окружающем его мире. Человек сам планирует собственную жизнь. Только свобода дает ему силу осуществлять свои планы, а сила дает ему свободу осмысливать, если надо их отстаивать или бороться с планами других. Даже если жизненный план человека определен другими людьми или в какой-то степени обусловлен генетическим кодом, то и тогда вся его жизнь будет свидетельствовать о постоянной борьбе. Встречаются люди, которые постоянно живут как бы в молчании и страхе. Для большинства из них это большое несчастье. Только родные и очень близкие их друзья могут понять, что жизнь такого человека проходит в борьбе. В большинстве случаев он прожил жизнь, обманывая мир и в первую очередь себя. Дальше мы еще поговорим об этих иллюзиях. Каждый человек еще в детстве, чаще всего бессознательно, думает о своей будущей жизни, как бы прокручивает в голове свои жизненные сценарии. Повседневное поведение человека определяется его рассудком, а свое будущее он может только планировать, например, каким человеком будет его супруг, супруга, сколько в их семье будет детей и тому подобное. В жизни, однако, может случиться не так, как человек хочет, но главное в том, что он очень желает, чтобы его мечты сбылись. Сценарий – это постепенно развертывающийся жизненный план, который формируется, как мы уже говорили, еще в раннем детстве, в основном под влиянием родителей. Этот психологический импульс с большой силой толкает человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто независимо от его сопротивления или свободного выбора. В намерение автора не входит стремление сводить поведение всех людей и всю человеческую жизнь к какой-то формуле, совсем наоборот. Реальный человек, как личность, действует спонтанно, рациональным и предсказуемым образом, принимая во внимание мнения и действия других людей. А человек, действующий по формуле, это уже нереальная личность. Но поскольку именно такие люди, по нашим наблюдениям, составляют основную массу человечества, мы попытаемся вас познакомить с результатами своих исследований. Делле около 30 лет. Она ведет жизнь домашней хозяйки. А ее муж, торговец, он много ездит. Иногда в его отсутствии Делла начинает пить. Эти загулы нередко кончаются далеко от дома. Как это обычно бывает, из ее памяти выпадает все, что с ней произошло, когда она была пьяна. Она узнает о том, что с ней было в различных местах, только тогда, когда приходит в себя и обнаруживает неожиданно в сумочке номера телефонов неизвестных ей мужчин. Она пугается. Ее охватывает ужас, еще и потому, что в эти минуты понимает, жизнь ее может быть погублена из-за непорядочности какого-нибудь случайного партнера. Подобный сценарий чаще всего планируется в детстве. Поэтому, если это сценарий, то именно в нем следует искать все истоки. Мать Деллы умерла, когда она была маленькой. Отец проводил все дни на работе. Делла плохо сходилась с другими подростками в школе, чувствовала себя какой-то неполноценной, жила одиноко. Но в подростковом возрасте она открыла способ обретения популярности. Придаваться любовным забавам с группой мальчишек. А во взрослом состоянии ей в голову не приходило связывать эпизоды сеновала того далекого времени со своим настоящим поведением. Однако все эти годы в голове она сохраняла основные линии своей жизненной драмы. Акт первый. Завязка. Прегрешение на сеновале и ощущение вины. Акт второй. Основное действие. Прегрешение и чувство вины из-за пьянства и безответственности. Акт третий. Расплата. Разоблачение и наказание. Она потеряла все. Мужа, детей, положение в обществе. Акт четвертый. Освобождение в финале. Самоубийство. Теперь, после ее гибели, все прощали и жалели ее. Делла провела свою жизнь с чувством неотвратимости надвигающейся угрозы. Сценарий – трагическая драма, несущая ей освобождение и примирение. Толкаемая каким-то внутренним демоном, она нетерпеливо подстегивает свою судьбу – проклятие, смерть и прощение. «Когда-нибудь я открою школу для самых маленьких. Выходить замуж буду четыре раза. Заработаю кучу денег на бирже и стану знаменитым хирургом», говорит пьяная Мэри. Это уже не сценарий. Во-первых, ни одну из высказанных идей Мэри не почерпнула у своих родителей. Они ненавидели детей, считали развод невозможным, игру на бирже слишком рискованной, а работу хирурга чересчур ответственной. Во-вторых, по своим личным качествам Мэри для всего этого не подходит. Она слишком напряженно ведет себя с любыми детьми, равнодушно холодна с мужчинами, боится биржи, а руки ее дрожат от пьянства. В-третьих, она давно уже решила быть торговым агентом днем, а вечера и свободные дни проводить в пьяной компании. В-четвертых, ни один из предлагаемых проектов ее особо не увлекал. В этих проектах она, скорее всего, проговаривала то, чего никогда не могла бы сделать. В-пятых, каждому, кто ее слышал, было ясно, что Мэри не собирается заниматься всем тем, что перечисляла в своих мечтаниях. Сценарий предполагает 1. Родительские указания 2. Подходящее личностное развитие 3. Решение в детском возрасте 4. Действительную включенность в какой-то особенный метод, несущий успех или неудачу 5. Убеждающую установку, или, как принято говорить, вызывающую доверие, убежденность. 5. На сцене и в жизни Театральные сценарии в основном интуитивно выводятся из жизненных сценариев. Лучший способ это осмыслить и рассмотреть связи и сходства между ними. 1. Оба сценария базируются, как это ни странно, на ограниченном количестве тем. Наверное, наиболее известная из них трагедия Эдипа. Большинство других сценариев также можно найти в греческой драме и мифологии. Позже люди выделили и записали более домашние, узнаваемые нами модели человеческой жизни. Психотерапевту, анализирующему чьи-то трансакционные сценарии или игры, может быть известен их конец, если он знает суть интриги и ее действующих лиц. В процессе анализа можно внести определенные изменения. Так, например, и психотерапевту, и театральному критику ясно, что Медея расположена к убийству своих детей и сделает это, если кто-то не сумеет ее отговорить. Обоим также ясно, что если бы она жила в наше время и ходила бы еженедельно в терапевтическую группу, то известной нам истории могло бы и не произойти. Второе. Определенные течения жизни в основном имеют предсказуемый результат, если, конечно, на жизненном пути нет помех и препятствий. Но для диалога, произнесенного определенным образом, необходимо, чтобы выработалась соответствующая этому диалогу мотивация. Как в театре, так и в реальной жизни реплики заучиваются и произносятся именно так, чтобы реакция их оправдывала и дальше развивала действия. Если герой заменит текст и состояние «я», то партнеры будут реагировать иначе. Например, если во время представления Гамлет вдруг начнет читать строки из другой пьесы, тогда и Офелия тоже должна будет заменить свой текст, чтобы сделать происходящее осмысленным. Но ведь все представление пойдет иначе. Они могут, скажем, сбежать вдвоем вместо того, чтобы бродить вокруг замка. Это будет, наверное, плохая пьеса, но, возможно, лучший вариант жизни. Третье. Сценарий должен быть доработан и отрепетирован, прежде чем будет готов для драматического представления. В театре существуют чтение, прослушивание, репетиции и прогоны перед премьерой. А жизненный сценарий запускается еще в детском возрасте, в той примитивной форме, которую мы называем протоколом. Здесь уже другие исполнители. Они ограничены в семье кругом родителей, братьев, сестер, а в интернате или детском доме кругом товарищей или воспитателей. Все они играют свои роли, ибо каждая семья, интернат или детский дом, представляет собой институт, в котором ребенок чаще всего не получает уроков особой гибкости. В период отрочества он встречается с большим числом людей. Он интуитивно ищет тех партнеров, которые сыграли бы роли, требуемые его сценарием. Они это делают, ибо ребенок играет роль, предполагаемую их сценарием. В это время подросток дорабатывает свой сценарий с учетом своего окружения. Интрига остается той же самой, но действие слегка меняется. В большинстве случаев это нечто вроде пробного представления. Благодаря ряду таких адаптаций сценарий приобретает определенную форму. Он уже как бы готов для самой большой сцены, финального акта. Если это был так называемый хороший сценарий, то все благополучно заканчивается прощальным обедом. Если же то был плохой сценарий, то прощание может звучать с больничной койки, с порога тюремной камеры или из психиатрической больницы. Четвертое. Почти в каждом жизненном и театральном сценариях есть роли хороших людей, злодеев, счастливцев и неудачников. Кого считать хорошим или плохим, кого счастливцем, а кого неудачником, определяется весьма специфично для каждого сценария. Но совершенно ясно, что в каждом из них присутствуют эти четыре типа, объединенные иногда в две роли. Например, в ковбойском сценарии хороший парень почти всегда бывает победителем, а злодея неудачником. Хороший – это храбрый, решительный, честный, чистый человек. Плохой – это трусливый, колеблющийся, хитрый, развратный человек. Победитель обычно выживает, а неудачник погибает или наказывается. В музыкальных водевилях чаще всего победителем бывает та женщина, которая завоевывает мужчину, а неудачница – женщина, теряющая партнера. В сценарном анализе психотерапевты называют победителей принцами и принцессами, а неудачников зовут лягушками. Задача анализа состоит в превращении лягушек в принцев и принцесс. Чтобы это осуществить, психотерапевт должен выяснить, кто представляет в сценарии пациента хороших людей и злодеев. Далее надо уяснить, какого рода победителем способен быть пациент. Он может сопротивляться превращению в победителя, так как, возможно, идет к психотерапевту совсем не для этого. Может быть, он хочет стать храбрым неудачником. Это вполне допустимо, ибо, став бравым неудачником, он почувствует себя удобнее в своем сценарии, тогда как, превратившись в победителя, он должен будет отказаться от сценария частично или полностью и начинать все сначала. Этого люди обычно опасаются. 5. Все сценарии, театральные или из реальной жизни, в сущности представляют собой ответы на фундаментальный вопрос человеческих взаимодействий. Что вы говорите после приветственных слов? Например, драмы Эдипа и вся его жизнь вращаются вокруг этого вопроса. Встречая любого человека старше себя, Эдип первым делом его приветствовал. Следующее, что он чаще всего делал, будучи движим своим сценарием, это задавал вопрос «Померяемся силой?» Если встречный отвечал «нет», то Эдипу оставалось гадать, говорить ли о погоде, о ходе военных действий, или о том, кто победит на будущих Олимпийских играх. Проще всего он выходил из затруднения, пробормотав что-нибудь вроде «Рад был познакомиться» и отправлялся своей дорогой. Но если встречный говорил «да», то Эдип отвечал «отлично», ибо теперь он нашел того человека, с которым знает, как вести себя дальше. Шестое. Сцены в жизненном сценарии человека обычно определяются и мотивируются заранее, точно так же, как и театральные. Простейший пример. Ситуация, когда кончается бензин в бензобаке автомобиля. Его владелец это всегда определяет за день-два вперед, по показаниям счетчика. Человек соображает, надо заправиться, но этого не делает. Фактически не бывает так, чтобы бензин кончился мгновенно, если в машине все исправно. Однако в сценарии неудачника это почти всегда постепенно надвигающееся событие и как бы запланированная сцена. Многие победители проходят весь свой жизненный путь, ни разу не оставшись без бензина. Жизненные сценарии основываются в большинстве случаев на родительском программировании, которое ребенок воспринимает по трем причинам. Во-первых, оно дает жизни цель, которую в противном случае пришлось бы отыскивать самому. Все, что делает ребенок, чаще всего он делает для других людей, обычно для родителей. Во-вторых, родительское программирование дает ему приемлемый способ структурировать свое время, то есть приемлемый и для его родителей. В-третьих, ребенку надо указывать, как поступать и делать те или иные вещи. Учиться самому интересно, но не очень-то практично учиться на своих ошибках. Человек едва ли станет хорошим пилотом, если разобьет несколько аэропланов, предполагая, что выучатся на своих ошибках. Хирургу, например, нужен наставник, а невозможность удалять аппендиксы один за другим, пока наконец не выяснится, что он сделал все неправильно. Родители, программируя жизнь своих детей, передают им свой опыт, все то, чему они научились, или думают, что научились. Если они неудачники, то передают свою программу неудачников. Если же они победители, то, соответственно, программируют и судьбу своего ребенка. Долгосрочная модель всегда предполагает сюжетную линию. И хотя результат предопределен родительским программированием в добрую или дурную сторону, ребенок может избрать свой собственный сюжет. Мифы и волшебные сказки Первая и самая архаичная версия сценария — это первичный протокол, который воспринимается сознанием ребенка в том возрасте, когда окружающий мир для него еще малореален. Можно предположить, что родители являются ему гигантскими фигурами, наделенными магической властью вроде мифологических титанов, только потому, что они намного выше и крупнее его. С годами малыш становится старше и мудрее. Он как бы перемещается в более романтический мир. Он делает из своего сценария первый полимпсест или дорабатывает его, приводя в соответствие с новыми представлениями о мире. В нормальных условиях ребенку помогают в этом волшебные сказки и история животных, которые сначала читает ему мать, а потом он читает их сам в часы досуга, когда можно отпустить на волю воображение. В сказках есть своя магия, хотя и не столь потрясающая. Они дают ребенку целый ряд новых действующих лиц, исполняющих роли в его фантазиях. Представители животного царства знакомы ему либо как товарищи по играм, либо как промелькнувшие в зоопарке фигуры, внушающие то ужас, то восхищение, либо как полувоображаемые существа с непонятными свойствами, о которых он только слышал или читал. Может быть, все они сходят к нему с телевизионного экрана, где в этом возрасте даже реклама излучает волшебный свет. На первой стадии своего развития малыш имеет дело с магическими людьми, которые могут в его воображении при случае превратиться в животных. На последующей стадии он просто приписывает животным некоторые человеческие качества. Эта тенденция до определенной степени сохраняется и в жизни некоторых взрослых людей, особенно связанных в своей работе с животными. В отрочестве подростки обозревают свой сценарий как бы для адаптации его к той реальности, какой она им представляется. Все еще романтичный и сияющий или с искусственно наведенным глянцем, возможно, даже позолоченный с помощью наркотиков. Постепенно человек движется к завершающему представлению. Задача психотерапевта в том и заключается, чтобы этот путь был бы для людей по возможности спокойнее и интереснее. В дальнейшем на ряде примеров мы покажем сходство между мифами, сказками и реальными людьми. Оно лучше всего схватывается с транзакционной точки зрения, о которой уже говорилось, основанной на собственном мифе, изобретенном специалистами по анализам игр и сценариев, как следствие более объективного видения человеческой жизни. Теперь марсианин, сошедший на Землю, должен вернуться обратно и рассказать все как есть. Как есть – это не так, как о том говорят земные люди. И не так, как они хотели бы, чтобы он думал. Он не прислушивается к высоким словам и не изучает статистические таблицы. Его интересует, что действительно делают люди друг другу, друг с другом и друг для друга, а не то, что они делают по их собственным словам. Вот, например, история похищения Европы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok